И у нас в студии сегодня победители конкурса, который проводил фонд Туризбекова. Это был конкурс сочинений, посвященных 70-летию победы, конкурс стихотворений и фотоконкурс. Я сейчас вам всех представлю. Тагиас Айтенбеков, школа Балашак, 11-й В-класс. Дашенька Бахаровская, гимназия номер 8, 5-й В-класс. Танечка Агай из Тулибийского района, да, Таня приехала? Село Достык, школа номер 16, 8-й В-класс. И Эрик Худайбергенов, школа Балашак, класс 8-й В-класс. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы сами решили принять участие в конкурсе? Я узнал об этом конкурсе в школе, нам объявили, и я решил принять участие в конкурсе. И мое сочинение называется «Мое доброе дело к 70-летию Победы». В этом сочинении я написал о своем прадедушке Джунису Витайлаке. Он участвовал в Великой Отечественной войне и вернулся оттуда героем, и спас народ и свою родную землю от фашизма и от оккупантов. Я, мое доброе дело, я решил раздать всем визитки и закладки для книг, и на них будет написано «Помните о тех великих годах», чтобы мы не забывали, чем пожертвовали наши прадеды. Я почувствовал радость, это очень классно победить в этом конкурсе. Я хочу, чтобы наше поклеение никогда не забывало, чем пожертвовали наши прадеды ради этого мирного времени. Чтобы мы всегда помнили, не только на 9 мая, а весь год помнили о тех великих годах. Танечка, ты написала стихотворение, посвященное войне. Почему ты решила это сделать? Мой прадедушка участвовал в войне, и эта тема очень тяжела для меня. Я давно хотела написать стихотворение и прочитать хотя бы своему классу, чтобы они знали, чтобы никто не забывал никогда о героях. Ты можешь отрывок своего стихотворения нам сейчас прочитать? Да, конечно. Я назвала его «Слезы победы». Он ушел и не вернулся. Он не смог, не устоял. Перед боем, усмехнувшись, вдруг сквозь слезы он сказал. Не вернусь, но мне не страшно. Умереть я не боюсь. Лишь бы только не напрасно жизнь отдать свою в бою. Был всегда я лишь за правду. Родину не предавал. За свободу и победу. За родных я воевал. На закат, на фото сына он смотрел в последний раз. И слеза опять скатилась из его уставших глаз. Тот, кто выжил, тот вернется весь в медалях, орденах. Кто погиб, тот остается в наших душах и сердцах. Всех с победой поздравляем. Только помните всегда, тех, кто с той войны жестокой, не вернется никогда. Танюш, так прониклась, честно сказать, глубокие такие стихи у тебя. Спасибо. Слова очень глубокие. Я смотрю, даже слезы на глазах, да, навернулись у тебя. Ты только по фильмам знаешь о войне. Как думаешь, что такое война? Это очень тяжело об этом говорить. Это смерть, наверное, и победа. Я хочу сказать, что в этом конкурсе приняло участие более 200 человек, и 26 стали победителями. Одним из них это Эрик Удайбергенов. Эрик, ты тоже написал стихи. Ты можешь нам их прочитать? Да, мое стихотворение посвящено Великой Отечественной войне и победе в ней. Прочитай, пожалуйста, нам, да, отрывочек. В не очень красивый и пасмурный день ступила нога вдруг на наши границы. Фашисты, несущие выстрелы, смерть, стирают мгновенно улыбки на лицах. Пытаться тут выжить для наших солдатов практически смысла не даст никакого. Но очень тут мало вернется обратно. Здесь кто-то убит, кто-то лишь арестован. Война, что уносит все жизни в могилу. Несет геноцид, смерть семей и родов. Врагам же плевать, что тут люди погибнут. Врагам наплевать, им сердец не дано. Несется процесс тех убийств уж годами. Второй, вот и третий пробежкой примчался. Такая война лишь планету поранит. Продолжат политики с смертью играться. Но день тут приходит, прекрасный и яркий. Победа в руках лишь у нашей страны. Наш мир, хоть столь хрупкий и очень уж шаткий, но все же он нас не оставил одних. И вот пробежал со дня той победы. Уж 70 лет, что ни много, ни мало. И мы за то время успели, наверное, скопить многовато в себе недостатков. Так что мы стоим, а давайте меняться, стирая плохое, всю злость и обиды. Давайте не будем над горем смеяться. Врагов и обидчиков просто простим мы. Давайте поможем всем людям на свете. А тех, кто когда-то с собой рисковал, себе хоть героями сразу пометим. Ведь лишь из-за них мы все живы сейчас. Давайте в день столь великой победы мы станем добрее и вспомним родных, рискующих в прошлом всей жизнью заветной. Ведь чтобы не убили тут всех нас враги. Давайте мы станем немного добрее, в любовь и мечту побыстрее поверим. И жизнь принесет нам внезапный подарок. Добро-то вернется к нам всем бумерангам. Ну, Тарик, большое спасибо за стихи. Мне бы хотелось повторить здесь строчки. Давайте станем добрее. Дашенька, я хотела бы тебе тоже задать вопрос. Ты написала сочинение. Да. Делать добрые дела. Да, я решила написать сочинение на тему «Мои добрые дела к 70-летию победы». В этом сочинении я написала про своего дедушку, Бахаровского Ивана Яковлевича. В 19 лет он ушел на фронт. И в 1944 году, в июле, он получил серьезное ранение в результате ампутации ноги. Мой дед занимался обцеводством. Он вывел новую породу южноказахским меленосином. Я его никогда не видела. Я родилась ровно через 6 лет после того, как он умер. И это мое сочинение, оно как письмо моему дедушке. Я ему в этом письме рассказываю, то, что каждый год вот мы ездим на мемориал славы, находим его фамилию, возлагаем цветы. И я всегда читаю «Мой дед Бахаровский Иван Яковлевич». Мое доброе дело это было посадить 7 сиреней в честь 70-летия Победы. Видите, какие у нас замечательные, талантливые детки. Вообще спасибо вам за все и вообще всем, кто принял участие. И от фонда Туризбекова, от нашего телеканала мы вам сегодня дарим подарки. Такой замечательный набор. Это книга «Чудеса света». Это там фрески тут собери, мелкие есть. В общем, посмотрите. Хорошо? Большое вам спасибо. И, Дашенька, что бы ты хотела пожелать вот всему нашему городу и всем шимкенцам? Чтобы они никогда не забывали всех дедов, прадедов. И чтобы жили счастливо, чтобы больше никогда не было фашизма. Чтобы у всех была улыбка на лицах. Спасибо большое. Я, в свою очередь, вам желаю хорошенечко отдохнуть на летних каникулах. Ну и, конечно, стать победителями других конкурсов. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»